Всем нам хочется жить в кайф, всем нам хочется делать то, что нам хочется. Лично мне вот сейчас, на сегодняшний момент времени, хочется делать только то, что мне действительно нравится. Я не то, что хочу съебывать от обязанностей, они у меня есть, я их стараюсь выполнять. Почти все у меня, слава богу, получается, но не прямо все, но что-то получается. Но так или иначе, хочется жизнью наслаждаться, получать кайф и, соответственно, делать то, что нравится. Да, естественный момент. Это к тому, что, знаете, вот сейчас тенденция есть вот эта, чтобы там как-то суметь прожить и не работать, или, точнее говоря, как-то зарабатывать легко и так далее. И это действительно такой момент очень непростой. Не каждый это может, а если быть точным, то вообще почти никто это не может. Хотя примеров хватает самых разных. Всякие эти бизнесы и так далее. В общем, я на самом деле сейчас про то, что мне всегда хотелось делать то, что мне нравится. Но я при этом не был против того, чтобы делать то, что мне, может быть, не нравится, но надо, так скажем. Это, конечно, касается работы. Я к работе всегда относился нормально. Я много работал. Это я сейчас стараюсь как-то уже этот процесс фильтровать. И фильтровать так, в общем, с уклоном на то, с акцентом на то, чтобы получать удовольствие. Вот в чем дело. Уставать все равно придется. Все равно будет тяжело. Но получать удовольствие, это действительно важно. Живем один раз, как говорится, да. И нужно... Вон, мужики молодцы, побежали. Много, кстати, тут кто бегает и катается на велик. Короче, ребята, надо получать кайф. Кайф, конечно, получать можно по-разному. Ну, в общем, чтобы было хорошо. И вот мне всегда хотелось заниматься какими-то, знаете, вот что-то из серии хобби. У меня была музыка. Я музыкой занимался. Вот я начал, по-моему, мне было лет 12. Ну, может, 13. Скорее всего, 12 лет мне было. Не важно, 12-13 лет. И сейчас мне, хотя сейчас тоже не важно, потому что музыкой я уже не занимаюсь уже несколько лет. Ну, и, к примеру, у меня это стало останавливаться, когда мне было 37-38. Вот чего-то такое. Это сколько я времени музыке отдал? Ну, не то, что я прямо все это время вот музицировал прямо. Нет. Конечно, там была армия, были моменты, когда я нигде не играл, и гитара у меня прямо пылилась в углу. Но, тем не менее, все равно будем считать этот отрезок, то, что там музыки хватало. Беда в том, что эта деятельность мне не приносила денег. Я, конечно, этим занимался не для денег, а я этим занимался, потому что я не мог этим не заниматься. То есть музыка для меня это прямо было всегда такой вот важный момент. Для меня это был кайф. Я прямо получал кайф. И у меня было прямо, ну, не то, что прям мощное желание, а как это сказать? Мне нужна была музыка. Я от нее зависел. Я ее постоянно слушал. Я ее сочинял. Играли, писали. В общем, прямо, ну, нормально. То есть у меня инструменты хорошие были. Оборудование нормальное. Мы по городам немножко так поездили, поиграли. На прикольных концертах играли. То есть было немножко даже общения со всякими... Ну, мало, конечно. Там с Егором Летовым, например, получилось даже выпить вместе немножко. Это, ну, все-таки, согласитесь, это как-то... Ну, блин, это прикольно. Как минимум. Но в чем минус таких дел, которые не приносят денег? И я хочу, чтобы вы меня еще правильно поняли, что не то, что я прям такой, прямо мега продажный или, то есть, прямо зависимый от денег. Нет, не в этом смысле. Просто, живя в России, я, во всяком случае, буду говорить про Россию, про остальной, про остальной мир не буду говорить, потому что не знаю его на 100%, да? Но в России очень многое разбивается о бытовуху. Семьи, отношения разбиваются о бытовуху. И, естественно, творчество, оно тоже страдает в этом смысле. Очень многие, когда, так скажем, ну, назовем это взрослеют, да? Ну, вы понимаете, о чем я. Забивают болт на какие-то, там, не знаю, на... Кто-то хотел стать качком, культуристом, не хватает времени, сил и денег, люди забивают. Потом в зал, правда, возвращаются, но уже без желания стать мистер Олимпия, к примеру. Также с музыкой, с каким-нибудь художеством, еще с чем-то. Вот с чем-то таким, что требует душа. Но жизнь берет свое, обычная жизнь. Сейчас проехал на велике чувак, похожий на мистер Бина. Вообще капец. Реально похож, прямо вылитый, муштонный был. Мистер Бин, короче, ребята, проехал. И вот, если бы музыка приносила мне деньги, то есть стала группа, в которой я играл, была бы известна, или за концерты платили бы нормально, ну, в общем, каким-то образом это бы приносило доход, то я бы и продолжал заниматься музыкой. А почему я закончил ей заниматься? Потому что у одного семья, работа и сил уже не хватает. У другого тоже геморрой какой-то. У меня тоже. И то я, наверное, ну, не то, что дольше всех, но я так конкретно в музыке продержался, считайте, почти до 40 лет. Ребята, ё-моё, это как бы срок. И то потом, когда закончилась музыка, я так загрустил и так заскучал, слава богу, появился Ютуб, куда я свои, так скажем, творческий свой потенциал вот вкладываю в Ютуб, записывая нечто подобное, ну, и всякое разное. И это меня действительно и спасает, и мотивирует. И Ютуб, кстати, приносит Ютуб. Даже последний год я жил за счёт Ютуба. Ну, вот сейчас немножко приходится таксовать, потому что снизились заработки. Но это дело же поправится. И мне интересно ваше мнение по этому поводу. Ведь есть же люди, которые, например, ну, нету, наверное, у человека такого увлечения, как у меня была музыка, чтобы долго заниматься. Дофига таких людей, которых нету вот прямо такого, что вот какое-то по жизни увлечение, которому он себя посвящает. Не знаю, видна радуга или не видна. По-моему, видна. Вот я даже с радугой и останусь. Пускай будет радуга. Круто. Я даже так скажу, что мне, наверное, как-то даже завидно, что у кого-то есть действительно вот такое вот в жизни, что нету вот этого увлечения. Это же круто. То есть, получается, ты можешь заниматься чем угодно и не зависеть. Какая-то, ну, предложили какую-то более-менее нормальную работу. Ей заниматься и увлекаться ею можно. То есть, это как раз круто. Ты не зависишь от того, что ты очень сильно что-то любишь. Это классно. Но у меня такого нету. У меня как раз ситуация обратная. Но я думаю, что нормально и то, и то. Все люди разные. И если ты чем-то увлекаешься, это круто. Если ты ничем не увлекаешься, но при этом себя чувствуешь нормально по жизни, тебе как бы, ну, тебя ничто так особо не беспокоит внутри, то это тоже круто. Это же не значит, что все должны быть... Вот у тебя должна быть и работа, и какое-то увлечение, хобби. Вообще нет. Можно делать все, что угодно. И пошел дождь. Записывал видео. И вот так вот оно, кстати, радуга осталась. Это прикольно. Так вот, ребята, мне интересно ваше мнение. Давайте в комментариях каждый напишет, чем он занимается. Это любимое дело? Или это просто, ну, работа, которая, ну, в принципе, нормально и хорошо? Или вообще тебя раздражает то, что ты делаешь, и тебя бесит? Напишите, пожалуйста. Вот мне интересно. Давайте в комментариях рассудим эту ситуацию. Кому, что, как. И что нормально. Хотя все нормально. Но я хочу вам сказать одну очень важную вещь. Для тех, кто все-таки хочет делать свое любимое дело. Мы живем в такое время, когда у нас есть такие возможности. Информационное пространство насыщено так, что, в общем-то, мы можем делать многое. Очень многое. Чуть ли не все, что угодно. То есть сейчас почти каждый человек может работать, сидя у себя дома перед компьютером. То есть у тебя не будет начальника, который будет тебе ебать мозги. Ну, то есть если он и будет, то будет где-то там. У тебя будет с ним связь. А не то, что он будет рядом сидеть в соседней комнате. Еще 20 лет назад, 30 лет назад об этом мы могли только читать в фантастических рассказах. Ребята, жизнь прикольная штука. Если видео понравилось, ставь этому ролику лайк. Подписывайся на канал и на мой инстаграм. Пока. Для кого-то это за гранью стакана. Невозможно что-нибудь понять слишком рано. Невозможно что-то сделать слишком поздно. Как невозможно засчитать все звезды. Это просто такая игра. В ответы и вопросы. Чтобы было веселее свое время таскать. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-ааа... Я-а-а-а-а-а...